В первый день путешествия мне удалось поймать почти легендарного уличного музыканта, голос которого для многих связан с Талином. От него я узнал, что петь без официального разрешения на улицах города нельзя. Зато это разрешено на смотровых площадках. Ну и раз уж мы с Сашей решились на этот эксперимент, у нас нет выбора. Работаем на всех основных. А здесь их целых пять. Будем пробовать. Вот она наша шляпа. Давай, расчехляем инструмент и начинаем наш акустический эксперимент. А я вот вижу, что девушка небезразлична к нашему творчеству. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. У вас легкая рука, правда? Да. Спасибо вам. Слушай, а еще, мне кажется, мы просто рядом не с тем монахом стали. Это не монах? Да. Давай к тому, который... Видимо, с монахом все было в порядке, дело в нас. А точнее, в смысле площадки. Поэтому давай будем менять. Давай. Слава богу, здесь смотровых площадок в Таллине много. Да, достаточно. Поэтому отправляемся на следующую точку. Никого, кроме нас с оператором здесь не осталось. Распугал мой эстонский аудиторию. Что, двигаемся дальше? На следующую площадку. Ну, неплохо. Пару раз-то прозвенело. Пару раз-то прозвенело. Ты знаешь, сколько? Как думаешь, сколько? Твои ставки? Я думаю, три с чем-то. Блин, ты по звуку определяешь. Ты профессионал, потому что. Раз, два, три. Да, правда, три. Три копейка. Ребята, это уже хорошо. Никто вот монеты не бросает. Поэтому что, идем дальше? Пойдем дальше. Пойдем встретим друзей. Они помогут нам заработать. Саша созванивается с прикусионистом. У нас сегодня не будет двое. У нас сегодня будет больше. Так, друзья, наш акустический эксперимент пошел не по плану. То есть мы планировали как бы в верхнем городе петь. На смотровых площадках. А в итоге идем сейчас в старый город. Да? И что хочу сказать. С одной стороны, хорошая новость. Нас будет сейчас больше. У нас будет больше музыкантов. С другой стороны, не очень хорошая новость. У нас всего лишь сейчас 3 евро. И значит, что ртов много, денег мало.